Для меня пример статус самостоятельный. В уголовном процессе я хотел бы представить свою доверенность, выводную от ООО Павлазгранин Бетон на мое имя с 14 февраля 2017 года на полгода для представления телеса. Итак, перед началом допроса скажите, знаком ли вам подсудимый? Я вижу в открытии разжения, соответственно, в конечном заседании, которые находились. Таким образом, можно сделать труд о том, чтобы никаких отношений с ним не состоялись. У вас имеются основания обновления судья? Нет. Кто-нибудь из предпевших по данному делу вам знаком? Павлазгранин Жилстрой, являлся кредитором в моем теле, в одном родстве. Нет. Зайдите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Служен знаком. Он в кредерии, да? Да. Еще кто-нибудь знаком? Нет. С тех, кто присутствует в следующем подписи. Пожалуйста, подпишите. Какое отношение вы именили к обществу Павловского хранит-бетон? 2 января 2015 года, если не ошибаюсь, я был подтвержден арбитражным судом в Оранжеской области в качестве временного управляющего данной организации. Впоследствии в мае 2016 года я был подтвержден в качестве конкурсного управляющего данной организации. 2 января 2016 года мои полномочия как временного управляющего прекратились. В настоящий момент я являюсь представителем подавления 2014 февраля 2017 года. Присажите, пожалуйста, что явилось основанием для назначения у вас в июле временного управляющего? Заявление о павловском хранит-бетона, в котором была указана кандидатура по выбору, собственно, кредиторазъявителя. И решением кандидражного суда, соответственно, не было? Определением временного и впоследствии решением конкурса. Понятно. Ну, теперь поясните, какая же была финансо-экономическая ситуация по состоянию на 15-й год на июле? Это июле, и де-факто в организации не было, скажем так, никакой экономической ситуации. На протяжении уже нескольких, как минимум, ряд организаций никакой деятельности не вела. Так установилось впоследствии при проведении мероприятий, в том числе при исследовании признаков преднамеренного эффективного банкротства. В 2011 году, если не ошибаюсь, предприятие лишилось всех своих производственных активов, лишилось всего своего имущества, в связи с чем не вело никакой деятельности. У него был руководитель... Я, конечно, очень много. У нас подокончик, пожалуйста, поменьше. Да, да. Я не успеваю. С какого момента повторить? Какого эффективного банкротства? При исследовании признаков преднамеренного эффективного банкротства было установлено, что предприятие лишилось всего своего имущества в 2011 году в результате двух договоров. На момент моего утверждения в ЕГРЮ значился генеральный директор по фамилии Филипперда. Он давал в ходе судебного процесса арбитражного, скажем так, показания, возражения относительно того, что к бетону никакого отношения он не имеет. Являлся, по сути, номинальным руководителем и никакой... Продолжение следует...